Гребной канал в Крылатском открыт после реконструкции. Спортивный комплекс полностью обновлен в соответствии с международными стандартами. Стал одним из лучших в мире сооружений для проведения соревнований по гребле. Сегодня на объекте побывал Сергей Собянин, репортаж Евгений Карих. Это место увидело немало громких побед. Гребной канал в Крылатском в прошлом году отметил юбилей. 40 лет. Этим летом тренировочная база для гребцов вновь в зените славы. И в центре внимания. В августе тут развернутся спортивные баталии мирового уровня. Россия впервые в истории принимает чемпионат мира по гребле на байдарках и каное. Для гребного канала в Крылатском это второе по масштабу спортивное соревнование. 34 года назад здесь уже состязались сильнейшие гребцы мира. Тогда Москва принимала Олимпиаду. Чемпионат мира стартует 6 августа. Накануне открытия восстановленную спортивную базу посетил Сергей Собянин. За последние три года мы провели коренной реконструкции. Были очищены каналы, сооружены соединительные каналы, построена финишная вышка, эллинги, раздевалки. Теперь гребной канал является одним из лучших в мире сооружений для проведения чемпионатов мира по гребле. 950 человек из 75 стран. Все участники уже в Москве. На платы в полном обмундировании выходят уже с восходом солнца. Спортсмены благодарят небесную канцелярию в Москве. Сухая, теплая погода. Так проще тренироваться. Мы наслаждаемся тренировками. Это место словно оказывает нам дополнительную поддержку. Мы полностью отдаемся подготовке к соревнованиям. И погода, она просто замечательная. Но даже если на улице лил бы дождь, тренировки не пришлось прерывать. Для гребцов построили учебно-спортивный центр. Так называемый зал сухого плавания. Тренажеры имитируют греблю на каноэ или байдарке. Но настоящий бассейн здесь тоже появится. Что-то еще на необходимое делать? Ну, бассейнчик. Бассейнчик. Как не бывает бассейн, надо построить бассейн. На 50, хотя бы 25. 25. Рядом со спортивным центром возвели общежитие. Комфортабельные номера с завораживающими видами. Наконец-то у нас будет уже своя гостиница. Там, где мы сможем проводить уже подготовку. А спортзалами в каком состоянии? У нас спортзал в Крылатском. Все отлично. На канале уже через неделю поборются как весьма опытные спортсмены, так и те, кого еще недавно называли юниорами. Но и им уже есть с чем сравнивать. Ну, здесь намного лучше, потому что здесь много эрингов. А там маленькая база, маленькое трехэтажное здание стоит. И больше ничего. Он прямо в городе находится. Это в Болонии. И там только один плод. А здесь большая база, очень даже и канал большой. Самый лучший в мире, самый красивый, самый благоустроенный канал в мире. Поэтому это вам скажет любой спортсмен, который зарубежный, который сюда приедет. Скоро эти трибуны займут зрители. Не только тренер российской сборной, но и конкуренты уверяют, золотых медалей от наших спортсменов ждать нужно обязательно. Я пристально наблюдаю за русскими гребцами, за девушками и молодыми людьми. И, о боже, это такая сильная команда. Я невероятно счастлив. Тут я встретил тренера, господина Парфиновича. Когда-то он работал на Олимпиаде здесь, в 80-м. Вы можете себе представить? Когда чемпионат мира завершится, на тренировочную базу придут тренироваться будущие чемпионы. Школьники смогут заниматься здесь греблей. И не только. Тут откроют секции по боксу, волейболу, мини-футболу и борьбе. Евгения Карих, Илья Ушаков, Данил Гималов, ТВ-Центр.